Переименовать украинскую милицию в полицию предлагали еще два года назад. Сторонники реформы уверяли, в первую очередь должно измениться отношение правоохранителей к работе. Поэтому разница, я повторюсь, в том, что милиционер сегодня смотрит, где есть порушения, кого нужно покарать, а полицейский должен смотреть, кто потребует его помощи и защиты. В том, что порядок в украинских городах должны охранять не милиционеры, а полицейский, уверен и нынешний министр МВД Арсен Аваков. Ролик о концепции реформы ведомства он разместил на своей странице в соцсети Фейсбук. Милиция является рудиментом радянской эпохи и означает «Озбройное народное ополчение». Однако полиция – это профессиональный государственный правоохранительный орган, покликанный обеспечивать правопорядок, унимирующих каральных функций. Предполагается, что подчиняться Министерству внутренних дел будут национальная полиция, национальная гвардия, миграционные пограничные службы, а также службы по чрезвычайным ситуациям. Все спецподразделения ликвидируют, вместо них создадут одно новое. Также исчезнут транспортные и ветеринарные милиции, УБОП и милиция по делам детей. Реализация значительных изменений избавит полицию невластевых функций, уменьшит количественный и улучшит качественный состав полиции с урахованием международных стандартов, оптимизирует деньги на их поддержку и увеличивает заработную плату полицейских. Будущих полицейских хотят проверять на детекторе лжи. Для охраны общественного порядка в городах создадут муниципальную полицию, она будет подчиняться МВД и мэрии. Передать некоторые полномочия местным властям – одна из основных идей реформы. Например, функции патрульно-постовой службы, функции госавтоинспекции. Таким образом, чтобы руководство госавтоинспекции в каждом городе назначали городской совет и мэры городов. И несли за это ответственность. И тогда гражданину не надо будет жаловаться через огромную неповоротливую структуру, а просто сказать, почему начальник ГАИ в моем городе или райцентре берет взятки. И ответственность тогда за это будет солидарная местных жителей. Чтобы изменить систему МВД, говорят ведомстве, понадобится несколько лет. После того, как концепцию реформы одобрит Кабмин, ее обещают вынести на всенародное обсуждение.